Плюсы и минусы Неваза? Хорошие, прикольные правила, похожие на браздейшка и жужжица. И хорошие девчонки, с которыми можно побороться. И минусы – это вот эта вся возня с документами. И, как бы, ну, компетенция судей, наверное. Для меня плюс в Невазе – то, что мы боремся вне зависимости от пояса в одной категории. То есть, некий такой определяется абсолютный победитель вне зависимости от пояса. Мне это интересно. Для кого-то, опять же, это может быть минус. Особенно, наверное, для белых-синих поясов ребят. Потому что заявляются пояса из старшей категории, черные и коричневые пояса. Тут, как бы, схватки получаются не совсем конкурентные. Ну, еще из плюсов, опять же, удается побороться с ребятами, с кем я не пересекаюсь на других турнирах. Как раз-таки пояса чуть старше, чуть младше. Это интересно, чтобы понимать, не отставать от такого тренда, так скажем, общего. Ну, из минуса, наверное, тут только какие-то прям совсем мелкие, незначительные моменты. Например, ограничения по цвету кимоно. То, что вот нужно обязательно белое кимоно. Например, в прошлый раз, когда я заявлялся на Невазу, у меня вообще не было белого кимоно. Я пришлось там отдельно приобрести, чтобы приехать на этот турнир побороться. Но это не критичный момент. В какой-то степени это... Ну, и хорошо, что есть такой определенный порядок. Ну, как минимум эстетично выглядят ребята, потому что все в белых кимоно, судьи, в рубашечках. Я очень люблю эстетику, да, красиво, чтобы картинка была. Да, да, красиво, эстетично. И такой дух единоборств передает на 100%. Плюсы. Ну, плюсы для международной арены хорошо. Опыта набираемся. Минусы вот еще, это только судейство. И премиальные, если еще какие-нибудь были бы, денежные призы, было бы вообще отлично. Плюсы... А, да, минус. Очевидный минус. Что за пассивы за борьбу в стойке? Я боролся в полуф... в одной четвертой с парнем, мастером спорта международного класса по самбо. Мне было очень интересно посадить его именно со стойки, потому что я базовый вольный борец. Вот. И мы прям, ну, принципиально работали именно кто кого посадит. Но судья дала по два пассива. В итоге, по сути, если бы он, ну, если бы кто-то из нас не запулил гард, нас обоих бы отправили домой. Вот. Я по его глазам, я так проанализировал ситуацию, когда нам дали по два пассива, я вижу по его глазам, что он, ну, свет горит, дома никого нет, да, как говорится. Он не понимает, что сейчас нас дисквальнут. Я понимаю, что мне нужно пулить гард, хотя это вообще мне не свойственно. Пришлось запулить гард, вот такая история, да. Выиграл, слава богу, но очень сильно был удивлен тому, что насколько легко дают пассивы быстро за работу в стойке. Хотя там такая довольно активная борьба была, мы дергали друг друга, я проходил, и судья такая останавливает. Типа активнее борьба, ну, типа борьба лежа же, не ваза. Вот в этом плане она мне не очень сильно нравится. Потому что я все-таки сторонник борьбы в стойке. Мне нравится. Ну, я вижу, что БЖФрикс тоже сторонники борьбы в стойке, потому что там японы, вот эти утренние, постоянные, да, подборки японов. Мне это нравится, да, броски, это красиво. Мои схватки, если посмотреть, я даже, наверное, хайлайт не нарежу. Борьба лежа получилась. То есть я там засушил всех, прагматично поборолся, продержал. Мне больше нравятся броски там поделать. Но мне не дали судья особо побросать людей, потому что стоим минуту, уже по два пассива дают. Такая история. Плюсы и невазы. Очевидные плюсы, наверное, в том, что это официальная федерация. Тут дают звание, нормативы, да, там, выполненные, например, сегодня мастера спорта. Это очень важно, да, для регалий. Плюс еще, если бы сейчас санкций не было, можно было бы поехать там на чемпионат мира, на Европу. И это все финансировалось бы, как я понимаю. Плюс еще то, что какие-никакие там вроде есть от федерации призовые. То, что можно как-то хотя бы покрыть свои расходы. Если ты там первый номер своей сборной, тебе могут оплатить дорогу, проживание. Ну, вообще в других видах спорта это норма, но мы джетсеры пока не привыкли к такому комфорту. Вот, и поэтому вот даже сейчас ребята, которые там пять лет уже в сборных своих выступают, они говорят, что сейчас только первые годы, когда начали финансировать вообще. Сейчас Артур Агаширинов давал интервью, он вообще там два года выигрывал Невазу, чемпионат России. Он говорит, что, ну, это вот только сейчас началось, что начали финансировать, давать деньги. Да, спорт становится уже близок к там профессиональному. Мне это нравится. Честно, не знаю, да, что сказать. Мне нравится то, что в Неваде разрешены какие-то болевые на ноги, ущемления. В бразильском джиу-джиу-джиу это что-то запрещено, а что-то только с определенных поясов, либо же с определенного возраста. Ну, мне все нравится, если честно, я не вижу каких-то недостатков. Официальный вид спорта, КМС можно получать, разряды, вот. Но минусы, есть минусы, конечно, да. Очень рандомно ты можешь встретиться в своей сетке, можешь встретить как белых поясов, так и каких-нибудь коричневых-черных поясов в своей весовой категории. Это как минус, так и плюс. Прям совсем очевидные минусы, плюсы. Нет, не могу такие назвать, если честно. Не успела понять. Плюсы Невазы в том, что это официальные соревнования, на которых вы можете выполнить разряды. Кандидат мастера спорта, мастер спорта. Дальше, если вы выиграли Россию, уже международник. Еще один плюс, наверное, в том, что попадаете в сборную, если проходите отбор. А попасть в сборную, это, соответственно, поездки за счет сборной на чемпионат мира, на чемпионат Европы. Ну, насчет чемпионата Европы пока, конечно, сомнения есть. Но на мир в прошлом году мы ездили. Вот. Также от сборной вы можете проходить медицинские обследования. Ну, это тоже полезно для спортсменов. Актуально, да? Да, актуально. Проверять раз в полгода, полный осмотр. Это так-то в обычной жизни, обычным людям это так-то дорого очень обходится. А минусы Невазы, ну, я, на мой взгляд, да, так как я уже давно борюсь по Невазе, ну, большие прогрессы происходят. А так, ну, конечно, с судейством, но они над этим работают, стараются. Судьи тоже стараются, растут, скажем, не так, как бы, как хотелось всем нам вместе, да, но они стараются. Им тяжело, но они стараются. Поэтому здесь надо отнестись к этим с пониманием просто и принять, и не ругаться. Ну, как бы, что еще сказать? Понять и простить.